чудесный осенний день у нас опять я и унылое говно большими ушами классные большие уши отсутствует рот это замечательно главное преимущество в этом мужчине я хотела бы продолжить разговор по поводу связи страха и болезни страха тревожности это страх наверное так как другая сторона веры то есть если есть страх значит нет веры и доверия вообще доверие это до веры поверить до веры это настолько отдаться в руки творца свою жизнь вообще полностью там здоровье какие-то ситуации разрешенные нерешенные то есть вообще неважно и это важно важно доверие а страх это конечно обратная сторона в общем на основе страха появляется очень много болезни 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 в основном хронические хронические сложные тяжелые мы если энергия не слишком плотная страха если вы в одну и ту же ситуацию не так долго бьете своим страхом то энергия будет не плотно и будет гореть только желтый свет пока будет предупреждать если вы уже в течение года то не и ни одного бьете в одно и то же место страхом то есть вы что-то не делаете потому что боитесь и вы что-то делаете потому что боитесь не делать да может быть вообще масса вариантов я думаю каждый к себе 3 минут и поймет где страх страх это все ну в общем вообще существует два основных чувства это любовь и страх мы действуем всегда из них не основная масса болезней это и не основная думаю вообще на самом деле я сейчас изучаю психосоматику психосоматика великая вещь уже врачи признают и даже сами пользуются не хочу сказать это прям тему я бы наверное не занялась до такой степени серьезно психосоматикой если бы меня не побудила свои собственные печали и болезни и белезни болезни и страшный травматизм травматизм просто из области фантастики если я сама себя где-то не шарохнула не ударилась значит что-то прилетит но и мне стало интересно и начала искать рычи что где ну вот я вырыла вырыла я вчера за день прям из двух источников информацию почему полетела шея конкретная причина сначала мне пришла информация о том что позвоночник вообще связан с обесценивание вообще как весь опорно-двигательный аппарат это самообесценивание если есть проблемы это на весь скелет вообще это больше всего страдает позвоночник у меня интересовала шея и вот шея это интеллектуальное обесценивание это значит я все время говорю себе о том что я недостаточно еще умна чтобы нести свои знания массы ну то есть кому-то чтобы учить можно кого-то там дать совет но это такси на бытовом уровне так непрофессионально хотя знание в голове просто но если 20 лет больше больше 25 наверно может 24 плотно увлекаться саморазвитием но один раз я и выпала из системы это все длилось лет шесть наверно прям вообще вывалилась чудным образом неудачно выйдя замуж но я замуж то не вышла официально но был момент мужчина и он то есть когда нет наполнения от кого-то то есть этот партнера если ты не чувствуешь наполнение следует оставаться это стопроцентно прям стопроцентно если он тебя сосет ну то есть и энергия просто уходит в никуда и если нет саморазвития никакого две стороны если нет подъема вообще это все но это однозначно не ты ему пользы не принесешь не он тебе это развод развод расход но мы как обычно тянем кота за хвост и мы подымаем мертвую лошадь а как мы знаем лошадь сдохла слезь но мы уговариваем себя что лошадь еще может бежать что можно еще водички дать и она прям выздорове ты мы чего угодно будем делать особенно уговаривать такую лошадь это я знаю ну и просто опять же почему мы не допустим ты осознаешь что это партнер не твой он тебе не подходит совершенно вообще то есть это блин опускает просто просто опускает вниз и почему мы держимся почему мы сидим на ровном месте опять же это просто страх то есть мы или живем в либо из любви либо и страха страх может быть в разные стороны страх может у кого-то остаться одной не выйти больше замуж у кого-то идти некуда у кого-то там привык что его обеспечивают придется работать тоже страх а зачем мозг он не любит все эти вещи чем страх это что-то новое вчера говорили а мозг новинок не любит мозг любит по старинке как уже привычно по старым нейронным связям опять же из-за чего я начала изучать также еще нейрографику нейрографика это построение новых нейронных связей это у меня картина это здесь у меня значит была зарисовка я и моя стая то есть у меня есть необходимости таких как я людях то есть чтобы мне было с кем это все обсудить поговорить ну прям так чтобы это было вот прям этот лет чтобы это был круг людей которые я была входила бы с кем я прям плотно общалась это очень важно на самом деле а таких людей у меня нет ну во всяком случае в ближайшем моем окружении найдется едва ли два три человека ближайшего такого я вообще вижу ежедневно там ну даже хотя бы два раза в неделю там или раз это вообще по моему один человек может быть есть у меня подруга она астролог это еще одноклассница и одногруппница то есть вместе в саде ходили очень хороший человек и вообще просто вот с ней да мы прям на одной волне то по кайфу но она живет далеко общаемся только через телефон но это хотя бы это хотя бы это и вот я рисовала зарисовывала чтобы но ты когда-то рисуешь так и вы расстраивая нейронные связи с желаемыми объектами свои устойчиво да я рисовал треугольники здесь квадраты потому что мне нужно было устойчивость вот устойчивая компания бригада бригада стая мне нужна своя стая вот каждому человеку нужна стая на самом деле это вообще архи важно ладно это следующий раз поставил сейчас все таки эмоциях и о болезнях что нужно делать нужно не прям бороться смотрите для того чтобы это ушло на страх он у большинства людей ведь сейчас преобладает как я вчера заговорила про ковид что губит больше не сама болезнь а страх страх что нужно сделать нужно позволить себе заболеть например ты боишься заболеть мысленно заболеть проживи этот день не пустила вот я чисто интуитивно когда-то это сделала вот только все это началось если не в марте месяце прям интуитивно заболела мысленно умерла отпустила это был один день всего для меня и этого было достаточно больше об этом не думала вообще вот но теперь я знаю что это вообще правильно с точки зрения психологов даже можно сказать психотерапевтов вот что нужно разрешить себе заболеть и какая бы проблема в общем-то вас не ну как бы плохо вы о себе не думали потому что большинство людей ведь загнобят внутри я пока не вытащила наружу что я интеллектуально себя забила то есть обесценила я этого не замечала как так будет вроде нормально все все веселый человек довольно таки жизнерадости на и на руки наверно никогда не опустала вот разрешить себе разрешить себе это прожить осознать вообще что происходит что из-за этого уже какая-то болезнь